Перерыв в чемпионате должен пойти одесскому черноморцу на пользу, так считает новый тренер моряков Олег Дулуб. Домашнее поражение в игре против Ворсклы в 11-м туре показало, что игровые связи между старожилами команды и новичками нужно улучшать. Товарищеские матчи, которые проведут моряки во время паузы, наверняка предоставят тренерскому штабу больше пищи для размышлений. Олег Дулуб подчеркивает, это самое подходящее время, чтобы перезагрузить ментальные батарейки и поработать над физическими кондициями. Матчи, которые мы сыграли, это матчи больше сыгранные были за счет объединения коллектива. Это матч, который отдельно может быть матч с Ворсклой, он отдельно стоит, но это как следствие. Следствие, потому что, на удивление, быстро за 2-3 дня получилось объединить команду перед Зиркой, потом, естественно, Шахтер и Карпат. Две такие, как называемые, лобовые Зирка-Карпаты, которые проигрывать нельзя, были и Шахтер. Ясно, что психологически мы немножко уже выхвостились. И вот это как следствие, почему я смотрел матч, даже не оценивал тактическую составляющую, оценивал, что команда была раздроблена на такие отдельные группы игроков. Вместе с тренером в Черноморец пришли новые футболисты. Олег Дулуб уточняет, это вынужденная мера, поскольку ряд игроков в команде не соответствовал уровню премьер-лиги. На выручку пришли знакомые агенты, которые в считанные дни отыскали резерв для усиления игры. Все игроки, с которыми уже прошли какой-то сито отбора, это игроки в основном среднего уровня. И тут уже дальше процесс тренировочный. Сможешь ты за счет тренировочного процесса изменить подход именно у них, у самих игроков к игре или не сможешь. Поэтому пришлось на первом этапе там шестерыми сразу расстаться. Потому что люди, которые просто не соответствовали уровню премьер-лиги по своим показателям, то, что я видел. Вот первый взгляд. Раз ты приходишь, раз у тебя в команде кризис, надо что-то делать. Если ты ничего делать не будешь, то кризис дальше будет продолжаться. А вот чьи возможности белорусскому специалисту были хорошо известны, так это вратаря Александра Гутера. Голкипер не один сезон принимал участие в Еврокубках, защищал ворота своих команд от Златана Ибрагимовича и Леонеля Месси. Гутер уже успел стать героем целого тура, когда отстоял на ноль в поединке против чемпионов Украины футболистов Шахтера. Мне перед игрой подошли и вручили капитанскую повязку. Сказали, что нужно будет вывести команду. Конечно, для меня это огромная честь выйти с капитанской повязкой уже во второй игре. Поэтому не имел права подвести партнеров. Спасибо и тренерскому штабу игрокам за такую поддержку. Я знал, что может вызывать Черноморець белорусский тренерский штаб. Они вышли на меня с предложением помочь команде и для себя получить игровую практику. Поэтому я долго не думал и буквально на следующий день дал ответ. Можно сказать, через день уже был в Одессе. После 11 игр в активе Черноморца всего 6 очков, что на 2 меньше, чем у львовских Карпат. Пока моряки на 12 месте. Борьбу за медали продолжит первая шестерка команд. Следующая игра против киевского «Динамо» и состоится она в Одессе 15 октября. Виталий Хеми, Юрий Шенкаренко, телеканал «Репортер».